Добрый день! Привет, излюблено! Вот уже вторую неделю мои школьники отдыхают. Начались зимние каникулы. Младший сын, который уходит в 7 класс школы подставовой, и старший лицеист, ученик 2 класса лицея, ушли на зимовые ферии, зимние каникулы, сразу после окончания первого семестра. Психологически это гораздо приятнее, когда ты заканчиваешь семестр и сразу идешь отдыхать. Но в Польше не все дети одновременно уходят на каникулы. Есть такой скользящий график. Каждый год воеводства уходят в разное время и возвращаются тоже в разное время с этих двухнедельных каникул. Видимо, позволяет это разгрузить транспортную систему, обеспечить лучший доступ к местам отдыха. Ну, это, на мой взгляд, я так думаю. Что касается результатов первого семестра. Этот семестр был для моих детей непростым. Правда, и в прошлом году он был тоже непростым, потому что в прошлом году первый семестр это было самое начало учебы в польской школе, на польском языке, в новой обстановке, с новыми предметами. То есть привыкать нужно было. И, конечно, в прошлом году было тоже сложно. Ну, особенность в этом году в том, что дети пошли уже на класс дальше, соответственно, более сложные предметы. А старший сын сменил лицей. И сейчас он учится в лицее более высокого уровня. Требования там выше, причем значительно. Это сразу, буквально с сентября он почувствовал. И вот этот лицей более высокого уровня он входит в сотню лучших лицеев Польши. Вот такая градация проходит. В Польше ежегодно отбирается вот сотня лучших золотых лицеев государства. Ну и что касается учебы, вот интересно. Все дети приходят в такие лицеи с высокими баллами. Потому что само поступление в лицей, в техникум в Польше проходит на основании свидетельства об окончании девяти классов раньше. Сейчас уже восьми классов согласно новой системе реформе. И дети не все могут справиться с такой нагрузкой. Могу сказать по опыту своего класса, класса моего сына, что из 32 ребят, детей, которые учатся во втором классе этого лицея, класс физико-математический, 10 человек учатся на хорошо и отлично. Причем у некоторых есть все равно тройки, но средний балл получается 4. А по математике, вот, например, это профилирующая у них дисциплина, только 7 человек учатся на хорошо. Остальные имеют 3 и 2 балла. Пятерок нет ни у кого. В том числе у моего сына, у него 4. Вот такая нагрузка. И, конечно, возможно, второй семестр будет немножечко для нас легче. Сын учится, старается, приспосабливается к новым требованиям. Думаю, что баллы тоже будут повыше. Но это не так принципиально, потому что, в общем-то, все равно основное это знание. И есть надежда, что ту же самую мотору сдать будет проще, вот, имея такой уровень подготовки. В этом году сын лицеиста так неожиданно попал на языковую олимпиаду. Вот при том, что интересует его физика-математика, но мы как-то не настраивались на олимпиаду в этом году. И языковая олимпиада получилась спонтанной, я говорю, потому что предложили. Сын не отказался. В результате первый тур он прошел, на второй тур ездил. Вроде бы, говорит, хорошо у него все так, по его ощущениям, но результатов пока нету, будут где-то через неделю, наверное. И если пройдет в третий тур, то нужно будет ехать в Варшаву. Для тех детей, которые заканчивают в этом году лицеи, это очень важно, стать лауреатом олимпиады по предмету, потому что есть льготы очень большие при поступлении в университеты. Но для моего сына, по всей видимости, большого значения, кроме такого, не знаю, престижа, какого-то, может быть, опыта, наверное, это иметь не будет. Ну, впрочем, об этом попозже. А из приятных событий можно упомянуть вручение сыну диплома стипендиата Презеса Рады Министров. Вот это вручение диплома состоялось в последний учебный день. Ребята из Люблинского воеводства были приглашены в здание администрации. Все проходило очень торжественно. И, конечно, вот это вот вручение, оно уже чисто символически, потому что само по себе награждение, решение о награждении было принято уже несколько месяцев назад, стипендии тоже уже начали выплачиваться, но в момент получения диплома, где написано, что ты являешься стипендиатом Презеса Рады Министров, вручение именно воеводой в такой торжественной обстановке, где присутствовали представители университетов Люблина, где были лучшие учителя воеводства, потому что их тоже награждали, награждали медалями президента Польши. Вот само по себе мероприятие, конечно, было очень вспоминающимся, и краткое видео я присоединю, можно посмотреть, в общем-то, достаточно любопытно, как происходят вот такие награждения, сама обстановка. Ну, на этом я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания. и министра Ну, Пан、 панна Лупер, Симея Луцевик, Наталья Лепер, Михау Батык, Николай Иванович, Спартина Майк, Йоланта Майкш. Николай Иванович, Спартина Майк, Йоланта Майк, Йоланта Майк. Николай Иванович, Спартина Майк, Йоланта Майк.